Павел Баня, друзья, мы въехали в этот город. Город интересный. Город интересен тем, что здесь находится очень и очень и очень много гостиниц, много санаториев по лечению опорно-двигательного аппарата, воспалении, артритов, ревматизма. И здесь, друзья мои, лечат наши нервы, которые воспалены после Израиля. Слева от нас находится роскошный отель. Князь Павел, это самый дорогой пятизвездочный отель в Павел Баня. Да, реально, друзья мои, реально очень дорого. Как-то я проверял, сначала проконсультировавшись, какой из отелей в этом городе самый хороший. Мне порекомендовали князь Павел. Сейчас я развернусь просто, потому что сплошная, развернуться не могу. И вернусь обратно. Стоимость в этом отеле, да, где-то составляла порядка 170... 170-180 евро в сутки. Я не знаю, включая ли это процедуры, но вы знаете, здесь процедуры... Меньше чем 7 дней нет смысла приезжать, чтобы нормально, в общем-то, полечиться и поправить свое здоровье. У нас это в планах. Единственное, что мы должны понять, где мы можем, как бы, приезжаться. Вот, смотрите, это роскошный отель справа. К сожалению, здесь припарковаться особо нельзя. Спа, wellness, recreation, recuperation. Бальнеологический комплекс с роскошными минеральными источниками. Хороший отель. Но, вы знаете, можно здесь, в этом городе, приходить в такие отели, делать там процедуры, но не жить в них. Это отдельные стоимости, отдельные пакеты. Слева находится парк, замечательный парк. Он третий по величине в Болгарии. Город хороший, город дорогой. По проживанию, господа, здесь недвижимость очень дорого. Я не проверял, но дорого. Из-за того, что, во-первых, город живой. Всегда есть работа в этих комплексах. Кстати, сейчас, по последним данным, здесь много работает беженцев с Украины. Они работают в отелях, обслуживающий персонал в отелях. В общем-то, есть для них работа. И вот, друзья мои, в принципе, город и закончен. Мы его проехали по центральной улице. Слева находится автовокзал, автогара. И мы выезжаем из Павелбани в село Виден, где живут наши друзья. Село небольшое. Село маленькое. Но чем так же интересно это село, то, что оно находится в двух километрах от этого города. Соответственно, недвижимость вокруг Павелбани, она очень выросла в последнее время и дорого. Здесь можно снять в Павелбани квартиры на прокат, апартаменты посуточно. Те, кто проходит комплексы. Вот я вижу и справа, и слева объявление о сдаче. Стаи за гости. Гвейструм, здравец. Окей. Не знаю, что это за гостевые комнаты. Предполагаю, от отеля Алиса. Кстати говоря, нам рекомендовали вот этот отель. Он слева. Три звезды. И надо будет, в общем-то, поинтересоваться и подъехать, и узнать, сколько здесь будет стоить комната. А вот, может быть, сейчас мы это и сделаем. Пока суть до дела. У нас есть 10 минут. Заскочу-ка я на рецепшн и задам вопрос по стоимости. А где у нас вест? Где у нас уход? Там ухода нет. А вот здесь есть парковочка. Сейчас я схожу, проверю и вернусь, и расскажу вам, что у нас здесь по ценникам. Зашел, узнал, посмотрел в этой гостинице Алиса Павел Баня. Три звезды. Номер на двоих 126 лев. Это 63 евро. Ну, прочненькие такие три звездочки. Чистенько говорят по-русски. Зашел, посмотрел, посмотрел лифт, естественно, завтрак. Зашел, посмотрел сауны. Несколько саун. Мне с ногой будет здесь удобно, в принципе, в сауны и до душа допрыгать. Так что рассмотрим этот вариант. Есть массажи. Ну вот, друзья, и мы и выехали из Павел Бани. Едем в гости. Получили полезную информацию. Поделились с вами полезной информацией. И приятен ден. Ши еле хамьиом наим. Хаварим ши ли. И, эээ... Хави у нас дэй, мои фрэнди, from another country. Чао-чао.